всем привет дорогие друзья это павел георгиев это видеоблог и онлайн турагентства георгиев трейл в этом видео мы поговорим о хайнане а точнее поговорим о тех нюансах моментах которые волнуют туристов потому что глядя на мой чат поддержки по хайнане я уже сделал выводы и уже это как бы на протяжении достаточно долгого времени как хайнань открыт после пандемии уже практически угод мы летаем на прямых рейсах и эти вопросы постоянные постоянные и так друзья томить не буду вопрос это следующее это заезд ранний и выезд в отель это соответственно заселение в тот или не в тот номер этот трансфер это курс валюты при покупке тулов и так далее то есть это все что будет связано с некими такими проблемами до которые могут возникнуть потому что туристы всегда они возникают в части обзора отеля и все остальное на канале есть очень много других видео да здесь мы поговорим как раз вот об этих всех проблем как то есть еще раз говорю это ранний заезд это про гидов поговорим это поговорим о том все что связано вот наверно том стыке когда вы покупаете тур и вот только приехали мы вот об этой части поговорим потому что это такой очень важный момент когда ваши впечатления от отдыха как у нас девиз звучит да что все совпадали с реальностью иногда у людей возникает как бы неприятное ощущение это прекрасно понимаю это вопрос на самом деле не сложный но он очень чувствительны и для туриста и в том числе для нас как обратной связи поэтому я эту тему видео поднимаю и все в ней постараюсь разложить по кусочкам по частям для того чтобы стало полное понимание почему как происходит в общем все друзья подробно как обычно перед тем как начать видео напомню что я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей россии с договорами чеком хайнань моё основное любимое направление но не единственное поэтому продаем направление все на канале есть много различных обзоров по другим странам и по египту и по таиланду и по шри-ланке из по турции той же и в общем все это есть друзья но хайнань как бы сейчас у нас в топе номер один и мы соответственно продолжаем развиваться в нем продолжаем для вас создавать полезный интересный контент в общем друзья поехали итак друзья самый первый вопрос это ранний поздний выезд это постоянная проблема и я читаю чат иногда люди это даже воспринимает какое-то везение невезение удачи неудачи и так далее давайте сразу проясним что есть ранний заезд ранний заезд это тогда когда вы прилетаете например ночью в страну соответственно хайнань но это не суть важна мы говорим про хайнань да вы прилетаете ночью на самолете к примеру там в три часа утра и отправляйтесь в отель там грубо говоря в отеле в пять часов утра и вы хотите заселиться но любой турпакет который из россии построен и раньше так было и сейчас он предполагает заселение в этот день прилета а понимаете да чем речь соответственно когда вы прилетели но образно первого числа вы вылетели на самолете технически уже 2 числа только прилетели на хайнань и вот у вас заселения с 2 числа соответственно что происходит вы приезжаете в отель в 5 утра а у вас заселение стандартно отель заселять с двух а то из трех часов соответственно вам это все время придется ждать из отторque у вас тоже нет вот это и есть если нужно вот это чтобы было ранний заезд потому что по умолчанию его нет. И многие там чуть ли не до мошеннических схем думают, что это кто-то кого-то обманывает. Нет, друзья, всегда в отеле есть такая история, точнее в турах, когда вы покупаете, надо обращать на это внимание. Мы по максимуму стараемся всех своих туристов на эту тему как говорится, проинформировать, все рассказать, показать и так далее. Но тем не менее, да, вопросы какие-то случаются, бывают и, соответственно, мы на них отвечаем. Итак, сейчас секундочку отвлекаюсь, пока снимаем вам видео, у меня уже рабочие моменты, они никуда не деваются, и, соответственно, приходится отвечать. Смотрите, что касается раннего заезда, еще разок, чтобы он был, нужно сначала купить тур, если мы говорим о турпакете, и потом добавить еще плюс один день, для того, чтобы у вас этот день, когда вы уже вылетали, уже начался идти. То есть с 12 часов, с 2-х или с 3-х, когда начинается заселение, вот он пошел полный день. Соответственно, если у вас раннего заезда нет, мы его добавляем, когда вы прилетаете, вы сразу уже день этот идет, заселяетесь, у вас сразу же есть завтрак, и все, вы продолжили отдыхать. Кому-то это очень важно, кому-то это очень критично, кому-то критичен завтрак. Если завтрак вам критичен, здесь тоже поставлю ремарочку. Вы можете прилететь в отель в любой, на Хайнане, и завтрак просто отдельно купить. Если он только вам нужен ради раннего заезда, завтрак, это не проблема. Во многих хороших отелях, там, высокого уровня, типа отеля Хуалюкс, Мариотт, да, у них завтрак по умолчанию уже входит, даже если у вас нет раннего заезда. Операторы, как бы, на эту тему пошли, и практически у многих техотелей завтрак входит. Поэтому здесь самим решать вам, нужен вам полноценный ранний заезд или нет. Здесь еще поставлю ремарочку. У нас есть два варианта прилета. Есть варианты прямые до Санья аэрофлотом, да, и, соответственно, есть прямые хайнанскими авиалиниями до Хайкоу. Примерно и там, и там вы прилетаете ночью, но, напомню, когда вы прилетаете в Хайкоу, вы еще едите до Дудунхая, например, или до Юлумбея, там, до Юлумбея в районе 3,5 часов, в 4 часа до Дудунхая. То есть, пока вы сюда-сюда, уже, как бы, достаточно нормальное утро. И по факту у вас получится, что из Хайкоу вы, когда прилетаете, заселяться надо, там, буквально, на 3-4 часа. Здесь, опять же, решать вам, нужен вам этот заезд или не нужен. Если нужен, его точно так же надо добавлять. Его по умолчанию нет. Что еще хочу сказать про ранний заезд. Сколько он стоит? Цена раннего заезда это не какая-то там часть, какой-то кусочек или какая-то опция. Здесь не как в Египте, где можно докупить полдня или еще что-то. Здесь полноценный соответственно, у нас день. То есть, у нас докупать день. Мы полностью покупаем день и тогда мы заселяемся. Вот так это выглядит. Как это выглядит технически? После бронирования тура мы пишем туроператору и, соответственно, он добавляет нам еще один день. Эту цену можно увидеть на сайте, сколько стоит один день. Или еще немножко есть, наши туристы находят варианты, когда они на сервисах прямых бронирований что-то находят, бывает более выгодно. Пожалуйста, тоже можете так использовать. Но это не всегда бывает выгодно или удобно, чтобы вы не нервничали, не переживали, потому что не все сервисы прямых бронирований так или иначе работают четко, и все вопросы потом будут лежать на вас. Поэтому мы всегда предлагаем вместе с пакетом это купить, чтобы не было недоразумений. А недоразумения всегда, друзья, к чему я? Они случаются, потому что когда не все проинформированы, не только наши туристы, бывает вообще в принципе, другие туристы нам пишут или задают вопрос, не всех информируют о том, что раннего заезда в турпакете нет. И поэтому возникает много таких моментов. Кто-то приезжает, заселяется, говорит, у нас все нормально, а кто-то говорит, мы приехали и сидели ждали. И вот они между другом контактируют и выясняют, да, кто прав, кто виноват. Поэтому, чтобы вам не оказаться в той ситуации, особенно если вы прилетели с детьми, возможно, маленькими, да, и вам хочется сразу заехать, заселиться и проживать, надо добавлять ранний заезд. Никакого там чуда не произойдет. Чудо, конечно, может произойти, что при наличии свободных номеров вас заселят чуть-чуть пораньше, да, но никто у вас 5 утра раньше заселять не будет. Например, если в 2 часа заезд, то, может быть, вас заселят в часиком к 12, да. Такое возможно. Можно попробовать еще на месте, да, договориться, когда вы прилетели, такие, ну, как бы будут места свободные, не будут, как бы, посмотрим, да. Но это, опять же, определенный риск для вашего путешествия, что если вы, как бы, готовы этим рискнуть, что если не будет номеров, да, или еще что-то, да, то вы, как бы, останетесь, как говорится, ждать все это в лобби. Так что, имейте это в виду, ранний заезд отдельная, дополнительная ночь, можно сказать, сутки, да, которые добавляются к туру уже после покупки тура. По умолчанию никакое раннее бронирование не идет. Здесь есть ряд исключений. Если мы говорим, например, о том, что вы купили отдельно билеты, или мы купили отдельно билеты, покупаем отдельно, бронируете, например, у вас в отель, так тоже можно, тогда мы сразу можем, сразу можем, когда бронируем отель, уже плюс день взять и забронировать на весь этот период, да, чтобы специально один день не докупать, тогда да. И еще, для тех, кто все-таки думает, нужен ему ранний заезд, не нужен ранний заезд, здесь прокомментирую так. Вы, когда прилетаете, соответственно, приезжаете в отель, вы можете оставить багаж на ресепшене и, в принципе, пойти гулять, отдыхать на море, куда угодно. Понятно, что вы там, может быть, в 5 утра вы не пойдете, но, кто знает, может, пойдете, да. Кафе, например, там, в Бухте Днуха есть даже круглосуточный, может туда зайти, посидеть, покушать спокойно и так далее. Кто-то у нас не берет, я скажу, в нашем процентном соотношении, наверное, процентов 60 берут ранее за это, процентов 40 нет. Они говорят, что, с какой смысл деньги тратить, мы и так приедем, начнем там сразу активно отдыхать, гулять и так далее. Здесь я тоже дам совет, мы тоже так приезжали в отель, когда пораньше приезжаешь и знаешь, что у тебя с 12 заезд, например, какую-то сумочку сразу там с купальными принадлежностями сразу поближе кладешь, чемодан сдал в камеру хранения в отеле, это, кстати, бесплатная услуга, и спокойненько взял сумочку, там переоделся, всегда в лобби есть там туалет, комната и так далее, все это есть, можно переодеться и спокойно уже пойти на территорию отеля, или можно пойти на пляж, да, или можно просто как говорил, пойти в кафе и, собственно, ранний заезд не использовать. Но я эту тему поднимаю, почему? Потому что это некий камень преткновения, потому что бывают негативные истории, бывают негативные истории, и даже у нас бывает, когда мы начинаем что-то разбираться, оказывается, не надо было, потом надо было, бывает, что, ну, действительно, кто-то из нас запамятовал и забыл как бы напомнить о том, что нет раннего заезда, бывает так, что, наоборот, человек говорил, мне ничего не нужно, покупает, на свои силы как бы не просчитал, приехал, говорит, что-то сил нет вообще, уже голова болит с этого перелета, и в итоге я хочу заселиться, а меня не заселяют, почему мы не сделали, хотя вы сами и говорили. В общем, ситуации бывают разные, я к тому, что на старте, как я говорю, может быть, такое грубое выражение, но оно так и есть, когда вы лежа на диване выбираете тур, вам кажется, что вы герой, и вам, у нас есть уже туристы, которые говорят, да мы приедем сразу на экскурсионку, я говорю, вы, по-моему, чересчур свои силы, ну, думаете, что их будет больше, а их на самом деле будет меньше. Вот, так что имейте этот момент в виду, поэтому лучше, если надо, все-таки собронировать ранний заезд и спокойно отдыхать. Я почему-то детально говорю, потому что это очень-очень частый вопрос, и самое главное, это тот частый вопрос, из-за которого чаще всего возникает негативное отношение к турагентству, да, вообще к туру, вообще к стране даже практически, да, это тот момент, который всегда оставляет не самые позитивные эмоции, потому что вы и так летели, пока приехали, ночь, пока вы доехали до отеля, пока вы заселились, что тут на тебе, еще неприличнее отдохнуть, это, конечно, всегда всех напрягает, в уставшем состоянии, психика работает совсем по-другому. Вот, и не забывайте, да, что у нас разница во времени, когда вы прилетаете в 5 утра, да, в Москве тоже, как бы, ночь, да, и что-то там быстро сделать и вот по щелчку пальцев решить, конечно, невозможно, потому что все операторы, если с ними решать, это вопрос работы с 10 часов утра. Да, мы своих туристов, кстати, отдельно скажу, поддерживаем в стране всегда, можно сказать, 24 на 7, да, ну, может быть, не на 100% 24 на 7, но мы всегда на связи и на все вопросы отвечаем. Вот, мы стремимся к максимальной круглосуточной поддержке, но, как бы, иногда бывает, ну, не все успеваем. Но, тем не менее, мы всегда знаем, что сказать, как подсказать, как сориентировать и про ранние заезды, и про остальные темы, которые у нас будут еще подняты про заселение в отеле. Мы это все информируем, рассказываем, у меня есть специально заготовленные шаблоны, даже для своих туристов, мы всегда отправляем их, и там и голосовые диктовываю, ну, в общем, и в личных диалогах всегда мы это проговариваем. В общем, вроде простой момент, но он очень важный, и мы никак не оба забывать не должны. Есть еще один момент, это поздний выезд. Во многих турах поздний выезд по умолчанию включен. Например, на рейсах Аэрофлот, там, Библиоглобус и так далее, рейс, когда стоит таким образом, что у вас последний день полный, все нормально, вы выезжаете и поехали в аэропорт на вылет, все нормально. Но вот когда в Хайкоу вылет, то там, соответственно, последний день нет, его нету. Объясню как. У вас вылет там, если не ошибаюсь, 3 часа ночи, по-моему, 3.40, из Хайкоу примерно вам ехают в районе 4 часов, часов в 10 у вас вечера забирают из отеля, но у вас отель до 12 часов дня и, соответственно, вы в 12 часов выселяетесь в багажный ресепшн и все, гуляете. Вот кому не хочется гулять до 10 вечера, а хочется полностью пользоваться отелем, то и в этом случае надо еще добавлять поздний выезд. По многим операторам, таких как Русский экспресс, Пакс и так далее, у кого ставят блоки места или как бы собраны турны GDS на этих рейсах Хайнаньских, Хавеллини, такая история очень часто присутствует. И, возможно, вы уже видели, на многих сайтах написано, например, 10 плюс 2, 7 плюс 2. Это означает, что типа 7 полных ночей, 2 дня типа в дороге. Ну, потому что вы пока пролетели, у вас дня нету и там как бы дня нету. То есть он не является днем проживания. Вот это как раз та тематика. Если это все-таки нужно, если вам для вас это важно, надо-то и первый день, и второй день добронировать. Но, опять же скажу, кто-то это активно настаивает, им нужно кому-то, вообще это все равно, это не критичный момент, потому что он заселился, ему ночь, где, говорится, гулять не надо, его заберут вечером, и днем он спокойно может походить погулять. Вот такая вот, друзья, история, что касается раннего, позднего заезда. Я думаю, ну, мне кажется, я по полочкам все разложил, и вы маленько поняли, это же не маленько, а как полноценно поняли, как эта история работает. Поэтому чудо здесь нету. Чудо бывает только в том случае, когда, я скажу так, когда это не очень популярный отель, когда в этом отеле очень мало видели русских туристов, там может быть большее количество свободных номеров, и они захотят больше сделать иностранцу какое-то там, ну, как говорится, свое внимание показать, тогда они могут сразу заселить. И в некоторых видео, когда приезжал там, только в начале сезона в Фаермонт, еще когда особо туристов там и не было, я приехал, меня заселили в 9 утра, и в другом отеле меня заселили в 10 утра. Да, такое бывает. А то сейчас скажете, вот, Павел, вы же заселялись, вы же не доплачивали. Да, я не доплачивал. Такое может быть. Но в популярных отелях, в текущих ситуациях, они сейчас очень популярны, и количество комнат, оно максимально забронировано. И опять же, сейчас у нас там будут более высокие даты, там новогодние даты, там потом школьные каникулы, одни, другие. Надо понимать, что в этот период достаточно высокая загрузка, и таких подарков может не быть. Вот так вот, друзья. Как вам это сделать, решать вам. Я еще, наверное, срезюмирую. Первый вариант. Сразу забронировать туроператора. Сначала бронируем тур, потом ранний заезд. У тех, кто на Ханельских авиалиниях, мы бронируем и ранний заезд, если он нужен, и поздний выезд. И, соответственно, другой вариант. Вы можете в отеле все это забронировать на месте, если вам уж так хочется, ну, посмотреть, будут номера, не будут номера. Если, возможно, в каком-то прямом сервисе бронирование увидели более низкую цену, возможно такое, иногда бывают какие-то акции, да, и вы там забронировали, то это тоже является как одним из вариантов. Ну, а так лучше посмотреть на нашем сайте, или запросить нас. И вы спокойно уже прилетите, и вас все встретит, как положено, и вы сразу заселитесь, и будете наслаждаться отдыхом. Ну, в общем, друзья, все рассказал, все пояснил. Я сейчас себе еще помечу один моментик. Сейчас я поднимал... Сейчас, секундочку. Я сейчас вот в этой теме был еще один вопрос у нас. Секунду. Так, ранний, поздний. Так, так, так. Ну, в общем, да. В общем, я рассказал про Хайнаньский и про Аэрофлот. В общем, да, друзья. Так что ждем вас на бронирование. Мой сайт georgiev.travel. Есть телеграм-канал поддержки туристов. Ниже под видео можете найти там как раз все вопросы, ответы разных туристов, которые там были, которые собираются. Мы там часто участвуем в диалоге, да, и, соответственно, туристы друг другу помогают. Пожалуйста, присоединяйтесь. Также мне можно писать на прямой WhatsApp. Отвечаю я или мои помощники. Соответственно, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, обращайтесь к нам. Мы всегда рады помочь, чтобы ваши ожидания от отдыха всегда совпали с реальностью. И смотрите следующее видео. У нас, напоминаю, еще очень много интересных тем. Это заселили не тот номер, это, соответственно, трансфер за вами не приехал. Ну, то есть, я иду сейчас не от того, что как все классно и здорово в этих видео, а о том, какие возможные проблемы могут быть и как их заранее можно решить, друзья. В общем, увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев, видеоблог и млайн-турагентство Georgiev Travel. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok